Девушки отдыхают Каждый огородник знает, что вырастить хороший урожай лука дорогого стоит. Вот сегодня мы и будем делиться секретами его выращивания. Лук – один из самых древних овощей, которые можно встретить на даче. Ему ни много ни мало – 6 тысяч лет. Его почитали как божество в Египте, а рыцари считали лучшим талисманом против зла и недоброжелателей. Лук когда-то был по цене человеческой жизни. Французы выменивали своих пленных у сарацинов по цене 8 луковиц за человека. Его хвалили Гиппократ и Авицема за полезные и лечебные свойства. А вот время появления лука на нашей родине неизвестно, но это не главное. Главное, что теперь не найти такого огорода, где бы не был посажен этот овощ. Самый традиционный лук – лук репчатый. Он у нас дольше всего в России выращивается. Его традиционно выращивают через севок. То есть первый год получают рассаду из семян, мелкие луковички, и затем на следующий год этот лук-севок сажают и получают либо зелень, либо крупную луковицу. Можно и то, и другое. Еще один лук, который больше распространен у нас на юге России и немного меньше заходит на север – лук-шалот. Его еще называют гнездовой или пущевка. Он похож немного на шнит, но покрупнее. То есть много мелких луковичек вместе растет. И шалот нельзя выращивать на одном и том же месте больше трех лет. Плотно разрастаясь, он образует слишком плотное гнездо и затем мельчает. Урожей становится намного ниже. Лук-порей. Совершенно великолепный лук. К сожалению, у нас эта культура очень малоизвестна. Ее в средневековой Европе начали выращивать как кормовую и как пищевую. А у нас только в 19 веке. Поэтому сортов не так много. Отечественная селекция вообще как-то обходит очень часто порей. Пап, ну зачем нам лук? Он горький. Мама все время от него плачет. Зачем его сажать? Как зачем? Потому что он полезный. Да и не горький совсем, а наоборот. И где ты видел огород без зеленого лука? Репчатый лук – один из самых популярных видов лука. Лука. Он растет практически на каждом огороде. Сажать его можно различными способами. И рассадой, и семенами, и даже делением луковиц. Лук любит хорошо обработанную, не кислую почву. Если земля тяжелая, ее следует перекопать на глубину 20-25 сантиметров. А осенью землю нужно подкормить минеральными удобрениями. Хорошо лук будет расти там, где раньше росли капуста, томаты, картофель, бобовые или огурцы. Лук обычно вырастает до 120 сантиметров в высоту. Луковица у здорового овоща – до 15 сантиметров в диаметре. В зависимости от сорта, репчатый лук бывает желто-коричневый, белый, фиолетовый или красный. Очень часто репчатый лук выращивают рассадой. Семена нужно посеять в марте. Подойдет для этого любая плодородная почва. Можно смесить с небольшим количеством песка для хорошего дренажа. Очень важно, чтобы емкость была не слишком глубокой. И грунт был насыпан практически вровень с краями. Дело в том, что луковые проростки очень требовательны к свету. Если им не будет хватать освещения, они просто станут хлорозными, бледными. И уже будет плохо приживаться лук при высадке в грунт. Рассаду можно высаживать как на грядке, так и на ровную поверхность. В любом случае нужно сделать несколько лент с расстоянием 12 сантиметров между ними. И посадить рассаду, оставляя между растениями примерно 6 сантиметров. Глубина посадки 3-4 сантиметра. Сразу же после посадки рассаду необходимо полить. И повторить полив через 3-4 дня уже более обильно. Такой метод хорош для средней полосы России. Так можно получить более высокий урожай. К тому же лук, посаженный таким образом, дольше хранится, чем лук, посаженный семенами. В южных районах лук репку часто выращивают не из севка или луковиц, а из семян чернушки однолетней культурой. Затраты труда в этом случае бывают ниже, чем при двухлетней культуре. В районах средней полосы такой способ выращивания применяют значительно реже. Лук, выращенный в умеренном климате однолетней культурой, хранится хуже, чем при получении из севка. Для однолетних посевов можно использовать местные сорта. Стригуновский, Мечковский, Даниловский, однолетний грибовский. В южной полосе для однолетней культуры пригодны также сорта испанский и ялцинский. Если вы решили сажать семенами, то почва должна быть не только легкой, но и хорошо прогреваться. Обычно землю при перекопке подкармливают перепревшим навозом или перегноем из расчета 6 килограммов на квадратный метр. Можно добавить также суперфосфаты, хлористый калий и древесную золу. Для посадки подходят только полновесные семена. Их выбирают так. Засыпают семена в воду, размешивают и через 2-3 минуты удаляют те семена, что всплыли. Оставшиеся семена замачивают в теплой воде в течение суток. Воду нужно 2-3 раза поменять, после чего семена нужно просушить. И тогда их можно высаживать. Причем высевать нужно только во влажную землю. Количество семян рассчитывают исходя из нормы 0,8 грамма на квадратный метр. После того, как появились первые настоящие листочки, лук прореживают так, чтобы расстояние между всходами было 3-5 сантиметров. Еще через 3 недели эту процедуру нужно повторить, оставляя между луковицами сладких сортов 8-10 сантиметров, а острых 6-8 сантиметров. Пап, ну что ты тут такое сложное мудришь? Мы в школе луковицу в банку посадили, и лук вырос. Так же проще? Так тоже можно. Такой способ называется выгонка. Правда, много лука таким образом не вырастешь, банок не хватит. Хотя существует похожий вариант посадки. Это называется сажать сивок. Сивок – это, собственно, луковица и есть. В средней полосе России сивок сажают максимум до 10 мая. Начинают с мелких и средних луковиц, крупные оставляя напоследок. Чем раньше будет высажен сивок, тем мощнее будет корневая система лука, а значит и лучше питание будущей луковицы. Замачивание сивка перед проращиванием – это один из методов, которым пользуются садоводы, но он не всегда полезен, поскольку слишком мокрые наружные чешуи луковицы становятся пристанищем для болезнетворных бактерий и грибков. Поэтому если вы уверены в том, что вы высаживаете в обеззараженную почву, достаточно хорошие условия, тогда да, можно его предварительно замачивать. А если слишком ранний посев, то сивок должен быть сухим. Довольно часто готовый сивок, продающийся в магазинах, уже прошел все необходимые обработки, его достаточно просто, что называется, воткнуть в землю. Но если вы не уверены в качестве купленного материала, можно провести дополнительную обработку марганцовкой. Раствор перманганата калия должен быть достаточно темного цвета, как для большинства луковичных при обработке. Он помогает в борьбе с грибковыми болезнями лука. И затем высаженный сивок тоже можно мульчировать или спрыснуть слабым раствором бордовской жидкости в дополнение, поскольку она тоже подавляет развитие болезнетворных грибков и в целом повышает устойчивость лука. Сивок сажает по ровной поверхности лентами. В среднем получается 6-10 килограммов на 1 квадратный метр. Количество лука зависит от способа посадки. Если сажать мостовым способом, луковица к луковице без разрыва, посадочного материала уйдет больше. Когда вы сажаете сивок, нельзя глубоко вдавливать луковицу в землю. Это затруднит рост. Максимальная глубина 3-4 сантиметра. Сразу после посадки лук нужно полить теплой водой. Относительно районирования к регионам, сейчас существует свыше 100 сортов репчатого лука, которые можно выращивать по соответствующей привязке. То есть, например, ростовские сорта. Они, естественно, лучше подойдут для ростовской области. Есть сорта, как я уже упоминала, буран и ермак. Даже по названию понятно, что это довольно морозостойкие и районированные для Урала, Западной Сибири, достаточно хорошо себя чувствующие в неблагоприятных для других сортов условиях. Но при этом, если вы собираетесь высаживать у себя мадача лук, то, конечно же, лучше брать сорт районированный именно для вашей местности. Вот. Теперь самая малость осталась. Полить, прополоть, подкормить. И это называется малость. Я и сажать-то устал, а тут ещё и ухаживать. Ничего, после посадки дела пойдут проще. Лук овощ неприхотливый, и уход за ним сплошное удовольствие. При всех способах выращивания уход за луком примерно одинаков. Луку необходима прополка, частое рыхление почвы на глубину 2-3 сантиметра и поливы. За месяц до уборки все эти работы нужно прекратить, потому что это усиливает рост листьев и отбирает силу у будущей луковицы. Поскольку луки предпочитают плодородную почву, то необходимо её заранее подготовить. Ещё осенью, до посадки, под перекопку вносят небольшое количество суперфосфата, а самое главное – органических удобрений. Подкормка должна быть очень полной. Лучше использовать как раз готовое полное минеральное удобрение. И очень важно, если вы выращиваете лук рассадным способом, из семян в грунт, то затем нужно при появлении первых проростков провести как минимум одну подкормку полным минеральным удобрением. А затем подкормку органикой нужно регулярно делать. Под гряды можно делать в более северных районах закладку прелой соломы с компостом. Но чтобы это не вплотную прикасалось к луку, конечно, должен быть слой песка. Во-первых, вам будет удобнее изымать готовые луковицы, они будут не так перепачканы. Во-вторых, это предохранит их от гнили корневой шейки. Естественно, чтобы всходы росли быстрее, нужно избавляться от сорняков. Кроме того, получить хороший урожай поможет выламывание стрелок. Вы просто удаляете длинные стебли, и тогда можете быть уверены, что все питательные вещества идут на рост луковицы. Вредителей и болезней у луков достаточно много. Самая распространенная луковая муха, различные гнили корневые. Но для защиты посадок очень важно просто правильно подготовить почву. Если дренаж хороший, если достаточно плодородная, но без избытка азота, то, как правило, гнили можно не бояться. А вот луковая муха – это постоянный гость всех луковых плантаций. И чтобы бороться с ней, можно применить метод совместных посадок. Этот метод довольно старый. Его предложили еще в XIX веке. Вы просто высеваете рядками ряд лука, ряд моркови. Потом снова ряд лука, ряд моркови. Нюанс здесь в том, что морковь своим резким запахом отпугивает луковую муху, а лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Лук – один из самых полезных овощей. И есть его рекомендуется чуть ли не каждый день. На Востоке говорят, лук в твоих объятиях проходит всякая болезнь. Каждый с удовольствием лечился бы луком. Только что потом делать с запахом изо рта? Есть небольшой секрет. После лука нужно съесть листочек свежей петрушки, подгоревшую корочку хлеба или поджаренные орехи. И запаха лука как не бывало. Хоть на деловую встречу, хоть на свидание. Если лук выращивается на зелень, то его убирают, когда длина листа достигает 30 сантиметров. Если же вы ждёте луковиц, то сбор урожая начинает, когда листья желтеют и опадают. Тогда луковицы выкапывают. Обычно лук, выращенный из севка, убирают раньше, чем выращенный из семян. Если к середине августа листья не полегли сами, то их прижимают к земле искусственно. Перед тем, как собирать лук, нужно избавиться от невызревших растений. Они всё равно долго не сохранятся. С уборкой надо успеть до заморозков, потому что подмороженный лук не может храниться долго. Если вы выращиваете лук на зелень, то зелень, конечно, можно срезать по мере отрастания, по мере необходимости, когда вам конкретно она нужна в пищу. А при убирании луковиц очень многие сорта лучше убирать при полегании зелёной части на 80-90%. Вот, например, лук комета гибридный лучше всего, когда наиболее плотно лёгшие листья уже практически к земле наклоняются. Собственно, он уже готов. После сбора луковицы необходимо очистить от земли, не повреждая наружные чешуи. Поскольку чешуи в некоторых случаях при перекормке лопаются, то все лопнувшие части необходимо обработать фунгицидом, чтобы не развивались гнили. И затем вот эти хранящиеся луковицы подержать некоторое время при температуре не выше 20 градусов в хорошо проветриваемом помещении. А затем убрать на хранение, где вам будет удобно. После того, как лук просушили, его обрезают и сортируют. Листья отрезают, оставляя 3 см от луковицы. Корни тоже отрезают или обламывают руками. В это же время отделяют поврежденные невызревшие луковицы. Их хранить нельзя, так как они могут стать источником различных заболеваний. Относительно выращивания семян репчатого лука самостоятельно, особых рекомендаций нет, поскольку они практически сами растут. То есть, если вы пропустите момент укоса зелени, когда уже дает цветонос, то большинство луков самостоятельно либо формируют семена, либо как многоярусные луки сразу дают мелкие луковички внутри ярусов цветоноса. Поэтому собранные семена, полученные, можно либо обработать препаратами для хранения семян, либо уже непосредственно высидеть под осень. Но в таком случае обычно хорошую рассаду можно получить только на следующий год. Порей – самый ценный вид лука, но пока не самый популярный в нашей стране. В нем, вопреки всем правилам, даже во время хранения накапливается витамин С. Родиной порея является Египет. Там его выращивали еще в III веке до нашей эры. А вырастить порей на дачном участке даже проще, чем репчатый лук. Этот вид лука очень неприхотлив. Растет практически на всех видах почв. А зелень дает до самой поздней осени, когда другие виды лука уже отходят. Уход за пореем тоже несложен. Хороший полив, побольше света, подкормка азотом и калием, а также окучивание обеспечат вам прекрасный урожай. Главное, чтобы погода была хорошей. Всходы порея совсем не выносят заморозков и могут погибнуть. Белая ножка, ради которой порей выращивают, образуется при правильном уходе. Если обычные луки можно сажать на ровную грядку, то порей очень часто сажают в борозды. И в этих бороздках их понемногу, по мере роста, засыпают землей или мульчируют торфом. И тогда белая ножка становится больше, она как раз слаще, поскольку после июльских жарких дней порей становится в зеленой части слишком жестким. Уборка порея зависит от места вашего проживания. На севере в конце сентября, в южных районах, во второй половине октября и позднее. Если климат теплый, то порей можно и оставить в открытом грунте. При уборке растения не выдергивают, а выкапывают садовыми вилами. Выбранный лук сушат на свежем воздухе в течение 3-4 часов, а потом убирают в помещение для обрезки. Молодой порей можно съедать целиком. У взрослого же растения листья грубеют, и их уже в пищу не используют. Пап, а что ты за кашалота собрался сажать? Какого кашалота? При чем тут кашалот? Это лук-шалот. Такая разновидность лука. Несмотря на непривычное название, лук-шалот сажают в северных и южных частях России. Его любят за скороспелость и нежный вкус. Этот вид лука очень неприхотлив. Размножается он с помощью деления куста. Шалот отличается сильным ветвлением. В одном гнезде может образовываться более 12 луковиц. При посадке гнезда делят на отдельные луковицы, которые и сажают. Посадить шалот нужно успеть до 15-20 мая, а дальше ухаживать точно так же, как и за репчатым луком. Шалот очень долго хранится и может заменить репчатый лук в любом блюде. Только вкус у этого вида лука менее острый, а лист более нежный. Лук-шалот, поскольку образует плотные гнезда, его проще всего размножать отдельными мелкими луковичками. То есть вы разделяете гнездо на небольшие фрагменты, по 2-3 луковички. Или если у вас мало посадочного материала, можно и по одной. Вот такие луковички сажаются, и затем одна луковичка может дать целое гнездо. Поэтому его кущевка еще и называется, за счет того, что он кустится очень плотно. Поэтому его можно выращивать как репчатый лук, в принципе, таким же способом. Первый год вы делаете рассаду, получаете вот эти мелкие луковички, а на следующий год из каждой луковицы гнездо. Пап, пап, ты чего? Лук не вырос? Не расстраивайся. В следующем году вместе сажать будем. Еще как вырастет. Да все хорошо, Коля. Вырос лук еще какой. Вот режу. Не нравлюсь. Да, резать лук – не самое любимое занятие любого человека. Но исправить это можно очень просто. Чтобы не плакать, нужно во время нарезки лука жевать жвачку, и вы не пророните ни одной слезинки. Резать его вам придется очень много, ведь все виды лука невероятно полезны. Лук – это отличный сжигатель жира. Он активизирует обмен веществ, стимулирует работу органов пищеварения, выводит из организма лишнюю жидкость и способствует очищению крови. Луковые компрессы помогают обезболить укусы ос, ушные воспаления, долго заживающие раны. Мало кто знает, но лук еще и прекрасный адаптоген. Это значит, что он помогает легче переносить смену часовых поясов. Если вас укусил комар, то и тут лук поможет. Приложите к месту укуса половинку свежесрезанной луковицы, и сразу станет легче. А в зеленых перьях лука очень много железа, причем его количество не уменьшается, даже если лук жарить, парить или варить. Поэтому людям с низким гемоглобином просто необходимо есть этот овощ. Восточный доктор Ибн Сима говорил, что лук является первостепенным лекарственным средством. То есть вот наша пища является нашим лекарством. Лук содержит огромное количество витаминов группы В, фолиевую кислоту, витамин С, большое количество минеральных солей, калий, магний. Чем хорош лук? В луковице лука содержится большое количество фитонцидов, которые обладают мощнейшим антимикробным действием. Ну и понятно, что вот в период, например, наших каких-то заболеваний самая первая профилактика – это профилактика таким вот замечательным овощем-луком. А если говорить о пере лука, то, наверное, надо сказать, что он является тоже практически источником бета-каротина, который не уступает по количеству бета-каротина в морковке. Рекомендуется введение лука в виде луковицы и пера в различные блюда. Противопоказание, наверное, только одно – обострение заболевания желудка, так как он является таким мощным стимулятором и раздражающим фактором слизистых оболочек желудка и кишечника. Чтобы сохранить лук на зиму, вспоминайте бабушкин метод. Берете чистый капроновый чулок и наполняете его луковицами. А чтобы защитить лук от гнили и луковой мухи, перед хранением либо обрезают дольца, либо подпаливают луковицы с обеих сторон. Это великолепие вешаете на гвоздик. Так лук прекрасно сохранится в течение всей зимы, не прорастая. Если вы хранили луковицы в холодильнике, и они подмерзли – не беда. Положите их на 2-3 часа в прохладную воду, и к ним вернется прежний вид и вкус. Сегодня мы будем делать крымсуп по-английски. Для этого нам понадобится картофель, лук, лук-порей, немножко руколы, сухарики для заправки, сливочное масло, немного сливок, куриного бульона, а также растительное масло. Сначала мы можем взять сотейничек или куршечек, или небольшую пострюльку, что у вас есть. И растопить в ней сливочное масло. Пока у нас растапливается масло, мы можем порезать лук и картофель. Мы берем картофель и режем его кубиками. Картофель у нас порезан, и мы его с досочки складываем в миску. Теперь мы принимаемся за репчатый лук. Одной репчатой луковицы вполне будет достаточно. Лук-порей мы режем очень просто. Мы можем теперь все вот это положить в масло. У нас есть немножко куриного бульона. Этот куриный бульон мы добавляем и увеличиваем огонь. Теперь нам нужно пару минут на большом огне разогревать овощи. Когда они прогреются, мы уменьшим огонь и оставим их лариться до полной готовности. Теперь, пока наши овощи тушатся, мы подготовим листья руколы для того, чтобы их положить потом в наш крым-суп. Листья руколы можно порвать или порезать. Это кому как больше нравится. Их нужно немного. Вот такого количества вполне достаточно для того, чтобы потом заправить крым-суп. В то время, когда наши овощи тушатся, конечно, их нужно посолить и поперчить. Прошло несколько минут, и картофель с луком уже сварились. Мы можем продолжить готовить. Для этого нам нужно снять овощи с огня и блендером их измельчить. Теперь очень и очень неплохо было бы добавить в нее плавленый сливочный сыр и немного сливок, который мы заготовили заранее. Теперь мы тем же самым блендером доводим наш крым-суп до финальной консистенции. И теперь мы используем ту руколу, которую мы заготовили заранее. Мы ее тоже добавляем в суп и тоже взбиваем. Теперь мы будем его сервировать. Мы берем тарелку и кладем порцию нашего замечательного крым-супа на тарелку. Теперь нам останется только кинуть пару листиков, которые мы оставили заранее, на суп и добавить немножко грем. Луковый крым-суп готов. Приятного аппетита. Ну, луком мы на следующий год точно обеспечены. Теперь буду с салатом разбираться. А Колька еще шпинат просил посадить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА